Всем привет, это канал Science Daily, новости науки и космоса. Четверг, 15 декабря, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин были вынуждены отменить выход в открытый космос из модуля поиск на Международной космической станции, поскольку во время подготовки к вне корабельной деятельности произошла нештатная ситуация с пристыкованным к станции пилотируемым кораблем «Союз МС-22». Из разгерметизированного контура системы теплового контроля корабля стали вылетать брызги теплоносителя. Видеокамеры зафиксировали протечку пробитой системы охлаждения. Одновременно с протечкой сработал сигнализатор системы диагностики корабля, свидетельствующий о падении давления в системе охлаждения. Скорее всего, на «Союзе МС-22» поврежден внешний контур охлаждения. И хотя на корабле имеется вспомогательный контур охлаждения, пока сложно сказать, насколько эффективно он будет работать в текущих условиях. А это значит, что на корабле «Союз МС-22», на котором на станцию прибыли Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио, отсутствует терморегуляция, что постепенно может привести к выходу из строя систем и приборов корабля. А это значит, что в случае, если температура внутри корабля будет расти, то выход останется только один – эвакуация экипажа «Союз МС-22» на поврежденном корабле. Пока результатов официального расследования нет. Но основная предполагаемая причина повреждения контура охлаждения – удар микрометеорита. Микрометеориты или осколки космического мусора время от времени сталкиваются с Международной космической станцией. И даже малейший осколок металла за счет огромных скоростей становится в космосе смертельно опасным. Вполне возможно, что такой осколок попал в «Союз МС-22». Сейчас температура в поврежденном корабле составляет 30 градусов. В ближайшее время планируется изменение в нем системы вентиляции и осмотр корабля с помощью роботизированной руки манипулятора «Канадарм-2». После чего, возможно, будет приниматься решение о необходимости эвакуации экипажа «Союз МС-22». К счастью, пока все системы МКС и корабля работают в штатном режиме и экипаж станции в безопасности. Продолжение следует...